Еще раз добрый вечер вам всем. Давид, сейчас в данном моменте, в каком государстве ты находишься, живешь и работаешь? Я живу в России. Очень хорошо. Ты вот телеграм-канал или новости читаешь или как? Я все читаю. Я очень люблю книги читать особенно. Сегодня что было? Часть полтора. Да. С кем дебаты были? Дебаты или переговоры? Переговоры, разговоры, беседы с кем были? Между полномоченным с армянской стороны и турецкой по нормализации отношений. И после этого армянская страна что приняла? Ты читал это? Что принял? Там не было никаких принятий. Там был просто разговор без... Вот видишь? Нет. Послушай, открой телеграм-канал и новость. Там уже есть новость, что армянское государство взяло на себя, чтобы восстановить дорогу Мегри. Я это... В Армении сейчас красные дороги. Там восстановлено все абсолютно. В Мегри нету невосстановленных дорог. Если ты... Будет восстановлено. Будет восстановлено. Во-вторых, вот ты сидишь в России. Я живу, сижу, живу в Баку, в Азербайджане. Я своими глазами видел все это. Вот ты говоришь, что там что есть, что ваше есть. Вот у меня вопрос тебе, как армянин. Почему ваши, ну, армяне, которые живут в Красном базаре? Красный базар знаешь, где находится? Это деревья, красавица. Где находится Красный базар знаешь? Это недалеко от Шуши, я на сколько знаю. Можно не курить. Не курить, пожалуйста. Давайте уважаем Шуша. Давай так. Я буду называть так, как... Пребеждать. Ладно. Октай, 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 не ручи. Не, 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 не ручи. Вот, я, все нормально. Вот когда я... Октай, я всегда учил. Спокойно, спокойно. Спокойно. Просто знаешь как? Я... Человек говорит и верит тому, что глазами видит. Я видел глазами. Вот в Красном базаре, когда я ходил, ну, что-то материал в Кельбадзар везли. Почему ваши армяне, наши граждане, ваши армяне, наши граждане, Азербайджанская республика граждане, берет руку, флаг Азербайджанская, вот так махает в Красном базаре. И вот, когда мы стоим и спрашиваем, зачем вот так, вот так, они говорят, дайте нам муку, макароны. А мы им говорим, разве ваши не дают вам, которые живут в данном обедханке, а нам говорят, все хорошее, себя отправили, взяли себя, а нам ничего. Во-вторых, Ходзарвен, ты знаешь, где находится Ходзарвен? Там село есть Таглар. Полтора ваших, ну, это Мироторговцы силы и ваши живут, а основном сейчас наши. Почему ваши земляки, наши граждане, собирают этот... Изюм, как будет, Чамран, изюм? Виноград. Виноград собирают и дают нам. Сформируй вопрос, да, Укатай, сформируй, он-то ответит. А потом мы дадим слово молодому человеку сверху. Как вас зовут? Второй вопрос, все же. Виноград собирают ваши армяне, наши граждане, и дают нашим землякам, и говорят, что вместо винограда дайте нам муку. Ну, Давид. Братья, а это в каком году ты говоришь? За какой год говоришь вообще вот это, рассказываешь? Я вам так говорю. Укатай, тебе надо быть... Укатай, тебе надо... Укатай, тебе надо быть министром сельского хозяйства. Даже я этого всего не знал. Можно? Я в двух словах. Я ненадолго зашел. Я очень давно кем-то хотел вот так с тобой связь поймать. Да, мне всегда все интересно. Я вот наблюдаю иногда, слушаю. Я вот сейчас Актай говорит, да, и многие люди заходят. Все с интернета начитаются, заходят сюда, и начинается здесь диалог. Я вот один вопрос. Вот Давид Армянин, да, Давид? Правильно, братец? Вот всем нам четверым задаю вопрос. Кто самый ближний родственник вообще считается? Сосед. Все. Вот это хотел услышать. Братья, мы соседи. Мы не должны здесь что-то обсуждать. Карабах, чей? Это земля, которую создал Бог, да, чтобы жили. И вот мы сейчас, вот азербайджанцы многие заходят. Карабах, Азербайджан. Ради Бога. Пусть весь мир будет Азербайджан, допустим, да. Но как на этой земле мы можем, короче, что-то посадить и оттуда кушать, если вот столько детей туда поймут? Братья, это целое поколение. Это мы еще не догоняем, что произошло. Целое поколение погибло. Детей, пацанов, молодых. Поколение, братья, это лет через вот 20, только люди поймут, что произошло. Поколение погибло. Пацан, ну как за это, о чем говорить? Вот эту кровавую землю. Там будет таможня, не будет там таможня. Я вот живу в России, всю жизнь живу в России, да. Я никогда там не видел, не слышал это. Да, конечно, за детство. То есть, в том числе, не то, что они, они, нет. За то, что дети, вот ваши, наши, у меня очень много очень близких друзей. Мы братьями считаемся, мы там жизнь прожили вместе, азербайджанцы. Вот у нас здесь и нету, ты азербайджанец, я армянин, ты итальянец, я мексиканец. Такого нету, мы все живем в России, мы все дружим. В соседней парадной, в соседнем подъезде у меня живут азербайджанцы. Брат, когда мы видимся, мы так здороваемся, целуемся, что, ну, родные братья так не целуются. Мы едим, пьем вместе. Дело не в этом. Просто я хочу до людей довести то, что лет через 20 вы только поймете, что никому она не нужна была, этот Карабах. Поколение погибло, брат. У тебя вот когда должны быть внуки. Не будет этого, это поколение потеряно. О чем вы говорите, что обсуждать, какие земли. Давайте жить дружно, ребят, дружба. Только дружба победит. А вы где живете? Вы где живете? Я, братец, в Санкт-Петербурге живу. Армянин, правильно? Армянин, да. Окей. Вот. И еще один момент такой. Если мы, вот, как раньше, да, объединено было. Кто мог против кому-то слово сказать? Там женили, детей рожали. На сегодняшний день и в Баку живут многие армянки, которые жены. И в Армении, и здесь это все так же. Ну, это нужно просто объединиться, ребята. Это политик, это война, это бизнес. Нам нужно договориться так. Мы должны так договориться, чтобы все были довольны. Мой родной, мой хороший. Кемран. Надо все подумать. Нам с тобой о чем договориться, братец? Приезжай ко мне домой, посидим, покушаем. О чем хочешь поговорим? Ну, нам-то об этом что договориться? Я получил около 12 тысяч угроз из Российской Федерации. И мне ехать туда, к сожалению, пока небезопасно. Понимаешь, да? Я вот именно для своей вот этой деятельности, когда я пытаюсь... У меня половина армян меня ненавидит, но другая половина без меня жить не может. И все равно я создаю этот мост отношений. Вы же можете у меня поговорить. Вот я знаю, что встретить себя с Давидом, он меня убивать не будет. И ты тоже. Так же, как и я. Мы же хоть разговариваем здесь. Но это же лучше, чем, извините меня, бить друг друга, как это было год назад в разных странах. Поймал азбаджанец, армянина, бьет. Поймал армянина, азбаджанца, бьет. Это ужасно. Когда-то... И в итоге всех депортировали в тюрьму. Правильно? Я вот против этого, чтобы в других странах эти разборки были. Я против. Война была на поле боя, да? Экономическая война может быть. Политические дебаты. Но чтобы ловить кого-то где-то, знаешь, казнить... Не знаю. Эмран, это вот только глупые люди могут так, знаешь, кого-то на улице поймать. А, ты армянин, иди сюда. Ты азербайджанец. Это только здравый парень такого. Ну, здравые пацаны толпой будут стоять. Такого никогда не сделают. Согласись? Эмран, у меня в 18-м году, в 18-м году, братец, должен был у близкого в Азербайджане состоится свадьба. Я в это время первый раз в жизни поехал в Армению в 18-м году. И был, ну, до сих пор я с ними со всеми на связи. Я говорю, ну, я тоже хочу у друга быть на свадьбе. Да как мне туда приехать? Они говорят, брат, через Армению, говорит, ты не сможешь. Лети в Москву, с Москвы прилетишь, и мы тебе с трапа заберем, чтобы тебя там в аэропорту даже не спрашивали. Ну, там люди такие, что заберут с трапа спокойно. И, говорит, свою свадьбу от гулящей тебе так же проводим. Вот это дружба. Вот так должны жить люди. Земля. Что это Земля? Кемрян, это Земля тебе что дает? Вот скажи мне. Что она тебе дает, брат? Ты сидишь в Баку, да, сейчас? Ты в Баку? Ну, или где? В каком-то месте сидишь, да? Ну, как бы я вам скажу такую вещь, да? Я как бы путешествую, но Россия для меня как бы немножко проблематичная. Здесь вот замечательная девушка пишет. Гримберг, Кемран, я встречу вас. Гримберг, я бы с удовольствием. Ну, вы извините, честно, я женат. Да, вот ты как бы где живешь, братец? Я буквально недавно женился. А так бы, конечно, с удовольствием, извините. Давид, а ты где живешь, братец? Я живу в России. Да, да, да. В России живешь. Где в России? Страхом выключен или меня слышно? Нет, слышно, но рывками. У меня в России, я в России живу, в Пензе, брат. В Пензе, брат. Я в Питере. Я живу в Баку, Октай живет тоже в Баку. Я езжу по определенным странам, везде, кроме, ну, ты понимаешь, кроме России и кроме Грузии. И то вот буквально еще месяц и все, и уже можно. Да, вот люди, и вот наш брат с Питера разговаривает нормально. Кемран, ты время от времени хорошо разговариваешь, не злишься. Кто-нибудь, Октай, объясните, что вот этот вот способ разговора, когда ты начинаешь рассказывать сказки про муку и так далее, ну, не надо. Не страшно. Ланочка, пошлите запрос. Запрос пошлите, Ланочка, Анечка. Тори, пожалуйста, рассказывай друзьям в бакинских дворках. Не-не, Октай, немножко. Октай, не-не, Октай, здесь, знаешь, какая тема, я тебе скажу, да. Октай, я в своей жизни, Октай, два раза разводился, два раза. И обе мои бывшие жены остались довольны. Я ушел без ничего. Вот ушел первый раз без ничего, с одним пиджаком. И они до сих пор меня уважают. И второй раз я сделал все, чтобы они были счастливы. Я не портил их жизнь, не отравлял им будущее, не вмешивался и в их последующие отношения или браки или что. Я замечательный отец для своих детей троих от первого брака. Сегодня вот мои дети тоже у меня остаются, да, целую неделю будут. У меня же каникулы. Я всегда нужно расстаться, если мы не можем быть вместе, мы и вы. Мы должны расстаться по-хорошему. Хотя бы, чтобы каждая сторона была довольна расставанием. Да, мы расстались. У нас был жесткий развод, у нас была кровь, у нас были суды. Но сейчас мы должны найти в себе силы и мудрость расстаться по-хорошему. Может быть, когда-нибудь мы будем проходить и друг другу в глаза, смотря хотя бы здороваться. Но сейчас нам нужно расстаться так, чтобы обе стороны были довольны. Вот и все. Эмриан Джан, ты вот говоришь, да, ну, я тебя одну... Ты говоришь, они меня уважают, да? Я, в первую очередь, ты сам себя уважаешь. Ты сам себя уважаешь, поэтому я тебя уважаю. Спасибо, спасибо. Не, все опять же не в мире. Я буквально Орхана на секунду вернул, он хочет что-то спросить. Орхан, только секунду спрашивай, и потом мы, наверное, добавим Эрдана и девушку. Буквально секунду, Орхан, что-то у вас хочет спросить. Давай, Орхан. Нет, я не то, что хочу спросить, Камеран, я он-то вместе с ним, потому что многие люди говорят, что Орхана больше, как Фланг весьмекан. Давай, пожалуйста, не к вам. Нет, 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 это не к вам. Это его просто некоторые оскорбляли, говорили, что не добавляй его. Он к ним обращается, и это есть среди них. Это соотечественники, он к ним обращается, и никак вас не касается. Орхан, иди сюда, 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 иди сюда. Я, Камеран, пою песню «Азербайджану», и с этим я прощаюсь. Буквально секунду, если хотите, можете выключиться, я вас добавлю. Он просто споет и все. Это никакого к вам отнатного. Он споет, да, да, он споет. То есть, не нужно, и так далее. Говорить не нужно. Орхана просто многие подкалывали. Зачем ты выходишь там с такой прической в эфир? И это делали даже некоторые, вы понимаете, да, Сатиш? Меня подкалывать никто не сможет. Меня кто подкалывает, лучше подкалывать свою. В общем, все плохо. Ой, Орхан, Орхан. Лучше. Орхан, 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 Орхан. Орхан, Орхан, Орхан. Субтитры создавал DimaTorzok Это песня народного артиста Азербайджана Файка Гаева, а этот певец является фанатом большим. Ну а у них даже есть какая-то, знаешь, они очень близкие друзья, но в общем дружат они. Короче, и поет Файк, Файк потрясающий артист. Я не знаю, что я хочу сказать. Мы армяне, азербайджанцы, да, практически это два одинаковых народа, кроме веры и языка, братья. То есть музыка, культура, кухня, все одно и то же. Ты согласен со мной? Я согласен. Вот, кстати, этот замечательный мальчик, студент колледжа, армянин, тоже он готов говорить о мире. Можно спросить? Давид. Да, да. Тебе понравилось, как Орхан спел? Мне понравилось, я прям слушал конкретно. Нет, серьезно. Я не понимаю, что тебе понравилось. Ну это у человека артистическое, да, это, ну, может образ там у него такой или что. Никто не вправе его осудить, это его личное. Пусть каждый живет так, как считает нужно. Какую целью этот вопрос задаешь, скажи мне, пожалуйста. Что? Какую целью этот вопрос задаешь? Какую целью этот вопрос? Просто спросил у тебя, тебе понравилось или нет? Ну, я понял, вопрос цель имеет какую-то, или ты просто вопросы задаешь? Ради интерес, ради интерес. Следующий. Next. Об этом в следующем уроке, короче. Габрик, давай ты, это самое, если у тебя все-таки 16 лет, завтра идти в школу. Ага, он... Нет, ну давайте, Гринберг, мы же с вами на вы, если можно, давайте на вы не переходите. Ты знаешь? Да, спасибо тебе, Габрик, за эфир. И давайте подключим сюда, наверное, выберем того, кто сегодня не успел к нам попасть. Давид, Давид, ты потом хочешь на десерт батл? Я, уран, сегодня мне Самир обещал батл, в итоге он меня, походу, заблокировал и не хочет. Зачем? Не заходит, да. Может быть, он просто занят. Нет, он сидел в эфире в этой вот... Зайди к нему с другого аккаунта, да. Я нет другого. Ребят, у каждого человека должен его дом быть его святынем, да? Вот смотрите, да, вот я задам вопрос, вот вам. Я этот же вопрос задавал, например, тому же, вот этому парню, да. Вот юридически я говорю по конституции, по юрисдикции, я не говорю исторически, не говорю по тому, как было, как не было. Я вот просто хочу спросить у вас, да, Гарри, Гарри, правильно, вас как зовут? Эдгар, Эдгар. Давид и Эдгар. Давид и Эдгар. Давид, мы эту тему уже развивали, хочу вас спросить. Вот сегодня Карабах юридически является неотъемлемой частью Азербайджана. Вы готовы это признать ради мира в регионе, ради того, чтобы открылись коммуникации, были полеты самолетов, были поезда, были машины, не только через Лачи, но и через все другие районы, и был мир, и чтобы все армяне, которые сейчас живут в Карабахе, еще больше их там было, чтобы они жили там нормально и счастливо. Друг мой, я очень желаю, чтобы был мир, чтобы летали самолеты и ходили поезда. А чья она будет, поживем, увидим, брат, это не обязательно, что это именно, вот я озвучил, чья она или чья она должно быть. Я вас понял, я вас понял. Вот, поэтому, знаешь, я тебе, вот теперь ты мне задал вопрос, друг мой, можно я теперь тебе задам вопрос? Конечно, конечно, нужно. Ты вот историю очень хорошо знаешь, я вот, нет-нет, ну, наблюдаю, очень хорошо знаешь историю, ты очень силен. Не так, прям, чтобы очень честно, это кажется вам всего. Ну, побольше, чем я знаешь, вот я к тому говорю, если я говорю силен, значит силен, я не говорю там, больше, чем историки ты знаешь, ну, больше меня знаешь. А сколько, брат, вашему, вот, вашей нации лет вообще? Не, нации, государству, республики, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду... Нации именно, вот нации, нации ваши, сколько лет? Нации, ну, вот как бы, вы о чем говорите? О хазарах говорите, о племенах Ахкоэллу, Каракоэллу, вы о чем говорите? Говорите о... О, Азербайджан, ладно, давай... Вы говорите о Татарпатене, я считаю, честно, я считаю Азербайджан, именно как Азербайджан, сформировавшееся государство, молодое, ему 103 года, именно как государство. 103 года, это Азербайджан, официальный Азербайджан, в рамках которого мы вошли в Советский Союз, вышли из Советского Союза, нам 103 года, я считаю нас молодым государством. То есть, раньше мы были частью Персии, да, там сейчас живет, в Иране же живет около 35 миллионов азербайджанцев. Были Карабахские ханства, Нахчеванские ханства, это история. Потом нас всех захватила, вы знаете, Российская империя, да, ну, надо признавать, да, Российская империя всю жизнь воевала с турками, у них там 8-9 воин было, воевала... Ну, ладно, 103 года, да. Да, факт, 103 года, молодое государство, вот я молодой, я не буду говорить, что... У меня при этом, при моих 103 годах, есть старый город в Баку, у меня есть Девичья башня, у меня есть замки крепости, у меня есть захоронение Карабахских ханов 18 век в Карабахе, у меня есть захоронение Ширваншахов 15 век в старой крепости, прямо у подножия Девичьей башни, у меня есть храм огнепоклонников, у меня есть Гобустан, у меня есть Янардах, у меня все есть. Но я считаю себя молодым государством, у меня есть албанские церкви, у меня есть армянские церкви в Азербайджане, они есть, я отвечаю за это, они есть, я отвечаю за это. И одна из них прямо в центре города стоит, прямо в Баку, в центре города стоит армянская церковь. Они действующие, да? Они действующие. А как она может действовать, если нет прихода? Приход должны быть прихожане, чтобы ее двери открылись и должна быть паства. Должны быть священники, работники, утварь вся там, все книги там, задняя часть функционирует как библиотека. Любой человек может прийти, взять, почитать армянскую книгу, без проблем. Церковь не сломлена, не осквернена, не разрисована граффити. Полностью стоит в центре города и рядом с ней прямо могила католикоза. 103 года, да? А почему вот говорят Карабах, Азербайджан, если 103 года вообще вашей нации? Откуда Карабах стал Азербайджаном? Хорошо, хорошо. Смотрите. Мне интересно, как просто... Раньше, до того, как мы стартанули со 103 лет, до этого были ханства. Нахчеванское ханство, Зянгезурское ханство было, Карабахское ханство, Бакинское ханство, Чекинское и т.д. и т.п. Раньше были ханства, до этого была Персия. Понимаете? Ириванское ханство. Мы сейчас не говорим про ханство Зянгезур, про ханство Ириван. Это Ириван, Зянгезур, это... Это нужно признать, это Армения. Мы Азербайджан, вы Армения. У вас своя страна, у нас своя. Сегодня мы признаем вас. Я знаю, я знаю. Сегодня мы признаем вас, вы признаете нас. Все. Вот вопрос в этом, понимаешь? Мне 103 года, я молодое государство. Я хочу только свои границы сегодняшние, признанные ООН. Что будет через 100 лет, через 200 лет, я не знаю, честно. Бредет, может быть, китайец. Китайцы вообще нас всех выгонят. Я хочу сегодняшние свои границы. Вот, Эдгар, эти вопросы, когда ты задаешь, уловите одну логику, пожалуйста. Все армяне, которые заходят к азербайджанцам в эфир, уловите одну логику. Не заходите сюда навязывать свое мнение насчет... Я не навязываю, братья, я интересуюсь, я вопрос задал. Я не навязываю ничего, я беседую, мы сидим... Да, я понимаю, что этот вопрос, он априори уже с подоблекой, понимаешь, с таким фундаментом. То есть, как ты можешь говорить, что Карабах твой, если твоему государству 103 года. Когда ты этот вопрос задаешь, ты понимаешь, что он не может мыслить так, как ты. Он не может мыслить с армянской точки зрения. Мыслит человек с азербайджанской точки зрения. Он гражданин этой страны. Не задавайте эти вопросы, не будет ответа. Вот сейчас, в данный момент, я этот вопрос не задаю с армянской точки зрения. Я тебе тоже хочу задать вопрос такой же. А сколько лет государству Армения? Тебе и Давиду этот же вопрос. А сколько лет государству Армения? Какое первое? У нас было три республики. Какое именно? Не, не, не. Вот сегодняшняя Армения в своих государственных границах. Вот Армения сегодняшняя, признанные границы. Сколько лет сегодняшнее государству Армения? Мы недавно отмечали 30-летие Третьей Республики Армения. То есть независимость. А то есть, окей. Нет, это после развода. Мы получили... А до этого сколько лет? День независимости. Да. Если так взять, вот сама Армения как и республика появилась... А вот день независимости, я понял, мальчики, а день независимости Армении, какое число? В сентябре дают? Я не знаю, братец. Я, честно, не в курсе. Я не говорю, как армянин. Я просто с точки зрения... Я вам подскажу, мальчики, мальчики. 28 мая, мальчики, вы должны знать день независимости Армении, 28 мая. Я, азербайджан, знаю, вы армянин не знаете. Слушай, я не вырос, я не жил в Армении. Я первый раз в жизни был в 18-м году там. Понимаешь, да, о чем я говорю? Я сейчас не говорю, как с точки зрения, как Давидов. Да ничего, все нормально, забейте. Потому что мы люди, мы беседуем. Я вот так же задаю вопрос. Это может итальянец зайти и задать такой же вопрос. Просто я, ребят, желаю миру, мир. Армянам деньги, ладно. Миру, мир, армянам деньги. Откуда ты это взял, 28 мая? Это что за день такой? 28 мая? Да, 28 мая. Правильно он сказал, 28 мая, Давид. 28 мая. День зависимости. Дядь, 21 сентября это другой праздник. Погруглите, пожалуйста, дайте мне четкую информацию. 28 мая день независимости Армении. 21 сентября что? Посмотрите. Давайте. Я не знаю, я не могу. Давайте, давайте. Сейчас Давид погуглит. Давид. 21 сентября, день независимости Армении. Почитай, пожалуйста. С какого года считается, Давид? Я тебе сказал, про третий год нам исполнилось. То, что мы празднули. 21 сентября. А что за праздник 28 мая в Армении, скажи мне? Это две, короче, там два праздника. День независимости, по-моему, и день освобождения Шуши. Да? Нет, умоляю. Когда Шуши взяли. Только не надо. Так взяли или освободили? День республики. День республики, отмечается. Ребята, второе название. Смотрите. День восстановления суверенитета Армении. Армении, так же, как и нам, ребята, 103 года. Она существует 1918 года. Именно 28 мая считается день восстановления независимости Армении. Запомните эту дату. Окей? Ничего, да? Понадобится. Амран, день республики. Есть такой праздник, день республики. Хорошо, хорошо. Забейте, короче. Забили. Забейте в Google. Ну, забили, да, все в Google. Google помощник. Google всем помощник. Не важно, ладно, когда, что. Ребята. Привет. Спасибо, я благодарю за такое теплое общение. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...